Львицы – настоящее воплощение трудолюбия. Они ответственны за пропитание семьи, за рождение и воспитание малышей. А кроме прочего, им приходится содержать тунеядца-муженька и отваливать после охоты, в прямом смысле, львиную долю. А что же львы? Неужели они получили такое царское прозвище только за поразительную любвеобильность и умение спать по 20 часов в сутки? На самом деле, не так-то прост уклад львиного прайда, как может показаться со стороны. Из всех кошачьих львы единственные образуют семьи – прайды, которые обычно состоят из одного самца, нескольких самок и малышей. В редких случаях в прайде уживаются несколько половозрелых самцов, но из них только один будет самым главным – это альфа-самец. Он может быть не самый сильный, но другие не сомневаются в его главенстве. Между самками иерархии нет, любимой жены у царя зверей тоже нет. Часто львицы рожают в одно время, а все малыши становятся общими и могут кормиться у любой мамы, которая окажется рядом. Львята обоих полов живут в прайде до двух-двух с половиной лет. Повзрослевшие львицы останутся в прайде и станут мамами, а львы с окончанием полового созревания станут претендовать на трон и либо захватят власть, либо будут изгнаны. Изгнанные самцы один-три года могут жить в одиночку или собираться небольшими холостяцкими группами. Если повезет, им удастся захватить какой-нибудь бесхозный прайд или свергнуть более слабого альфа-самца. Как и положено семье, прайд занимает собственную территорию, в среднем около 50 гектаров. Наиболее благоприятной средой являются саванны с открытым ландшафтом, водопоем и обилием травоядных животных. Жизнь альфа-самца очень опасна. Он метит и защищает территорию, отгоняет чужаков или вступает с ними в кровавый бой. Но с другой стороны, ест он тоже первым, и первый спаривается с самками. Как правило, у власти лев находится около 2-3 лет, не больше. Если же альянс взрослых самцов довольно сильный, то этот срок может быть увеличен до 4-5 лет. Как бы там ни было, но лев постепенно стареет и, как следствие, теряет силы и форму. К тому же на арену выходят полные силы перспектив молодые самцы, с которыми конкурировать становится все сложнее и сложнее. В итоге льва изгоняют из прайда. Для хищника это событие проходит очень болезненно. По сути, он получает огромную психологическую травму вследствие пережитой душевной боли и унижения. Но выбора у льва нет и приходится как-то жить. Вопрос только как? Если до этого самец имел надежную защиту, которую ему обеспечивали львицы, то с этого момента обо всем приходится заботиться самостоятельно. Возраст не позволяет льву найти другой прайд, и он становится одиночкой. То есть искать пропитание, сидеть в засаде, прятаться от потенциальной опасности, воевать с гиенами и убегать от слонов и буйволов приходится самому. Если из прайда изгоняют молодого самца, возраст которого от 2 до 4 лет, шансов на выживание у него гораздо больше. Ведь это тот период, когда лев только набирается сил. А вот с пожилым самцом ситуация прямо противоположная. День ото дня он становится все более слабым, и ему все труднее добывать себе пищу. Он теряет массу тела, становится дряхлым. Погибают старые львы, как правило, от зубов гиен и других плотоядных представителей животного мира. В отличие от постаревших самцов, у львиц существует пенсия. Самки, которые всю жизнь охотились на благо прайда, в старости получают доступ к мясу, даже если сами не могут его добывать. Львы добывают пищу тремя способами. Охотятся сами, поедают падаль или отбивают добычу у других хищников. Охотятся обычно львицы. Совсем мелкую добычу они едят на месте, а крупную несут в семью. Трапезничий первым подходит папа-лев. Он не будет ни с кем делиться. Львицы, кстати, тоже не проявляют материнского самопожертвования. Они свирепо отгоняют малышей, пока не насытятся сами. Львята едят последними, и в этом суровый закон природы. Взрослые особи ценнее для выживания, чем молодняк. Львы могут забирать добычу леопардов и гиен, но это случается редко. В голодные времена не будут брезговать падалью любой степени разложения. Случается, что львиный гарем остается без главы семейства. Тогда дамам остается только сидеть и ждать, пока их захватит новый вожак. Скорее всего, это будет сильный молодой лев, который уже покинул родные пенаты, но еще не успел обзавестись собственной семьей. Судьба львят в таких случаях печально. Львы не практикуют усыновление, и первое, что сделает новый глава семьи, убьет и съест всех детенышей от предшественника. Безусловно, это звучит очень жестоко, но дело в том, что пока малыши не вырастут, у львицы не наступает течка, то есть за свой недолгий период правления лев может так и не дождаться спаривания. А самое важное, это оставить потомство. Благодарю вас за просмотр, если видео это вам понравилось, вы можете поставить лайк, а также подписаться на канал Самое-самое в мире. С вами был Роман, всего хорошего, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok